Всем привет! Судьба нашего народа тесно связана со словом эмиграция. Еще в 20-х годах прошлого столетия жители Российской империи толпами ехали на запад. Кто-то не смог там адаптироваться, ну а кто-то добился ошеломительного успеха и стал своим на, казалось бы, неродной земле. Давайте узнаем, кто из знаменитостей наших соотечественников смог покорить за границу, утерев нос всем своим злопыхателям. Основатель самой популярной российской социальной сети ВКонтакте Павел Дуров вот уже более шести лет находится в эмиграции. Как признался сам программист, к сожалению, в России невозможно вести интернет-бизнес. Причиной отъезда долларового миллионера послужило ультимативное требование ФСБ передать всю личную информацию организаторов групп Евромайдана. На что Павел ответил отказом. Предприниматель заявил, что распространение данных украинских пользователей являлось бы не только нарушением закона, но и преступлением перед миллионами жителей Украины. Собрав все необходимое и продав платформу ВКонтакте компании Mail.ru, Дуров стал гражданином островного государства в Карибском море Сент-Кинс и Невес. Там уроженец Санкт-Петербурга вовсю начал заниматься продвижением своего инновационного продукта – мессенджера нового поколения под названием Telegram. На данный момент число активных пользователей приложения превысило отметку в 400 миллионов человек. Сейчас Telegram является одним из ведущих интернет-чатов, наравне конкурируя с такими гигантами быстрых переписок, как Viber и WhatsApp. Судьба Иосифа Бродского целиком и полностью отражает настроения, царившие в то время в Советском Союзе. Будучи молодым талантливым поэтом, власть обвинила его в тунеядстве. Дело рассматривалось в административном порядке, нарушая все мыслимые и немыслимые основы судопроизводства. В 23-летнем возрасте Бродский был сослан в ссылку в Архангельскую область. Отбыв в изоляции полтора года, он вновь вернулся в центр богемной жизни. До 1972 года дела у Иосифа шли не самым лучшим образом. 4 июня после визита Авир Бродский с чемоданом, в котором были только печатная машинка, две бутылки водки и сборник стихов Джоанна Донна, эмигрировал в США. Там русский поэт с поломанной судьбой стал по-настоящему узнаваемой персоной. В 1987 году он стал лауреатом Нобелевской премии за всеобъемлющее творчество, пропитанное ясностью мысли и страстностью поэзии. Параллельно он официально выпускал свои произведения, а также преподавал историю русской литературы в Нью-Йоркском университете. Умер Бродский в 1996 году в возрасте 55 лет. Причиной стал инфаркт, вызванный хроническими проблемами сердца. От любви до ненависти всего один шаг. Эту аксиому хорошо усвоил Федор Шаляпин, который до эмиграции был главным певческим голосом России. В начале 20 века уроженец Казани выступал на сцене Большого Московского театра. Его выступлениями восхищались западные эксперты, а 10 концертов в Миланском оперном театре Ла Скала прошли с грандиозным успехом. Все изменилось в 1922 году, когда Шаляпин со своей семьей отправился на длительные гастроли по Северной Америке. В СССР благодаря усилиям Маяковского и Горького посчитали, что Федор симпатизирует капиталистическому режиму США. Дальше больше. В 1927 году артист пожертвовал средства Фонд помощи эмигрантов, что на родине было рассмотрено как помощь белогвардейцам. С этого момента Шаляпин был лишен всех званий и наград. В Штатах оперный певец продолжал свою творческую деятельность, а также попробовал себя на актерском поприще. Он получил главную роль в фильме «Приключения Дон Кихота», который был снят сразу на двух языках. В 1937 году у Шаляпина обнаружили лейкоз. Спустя год он скончался. На тот момент ему было 65 лет. Мало кто знает, что основатель Google Сергей Брин родился в Советском Союзе. Он был сыном выпускников математического факультета МГУ, которые в 1979 году переехали в США в поисках лучшей жизни. Там мальчик окончил школу, а после поступил в Стэнфордский университет. Пару лет спустя совместно с Ларри Пейджем студенты одного из престижных вузов мира создали корпорацию Google, которая изначально представляла поисковую систему, работающую только внутриучебного заведения. Сейчас же Сергей является одним из ведущих мировых разработчиков. Он входит в топ-20 самых богатых американцев, а его доход, по данным Forbes, составляет 49 миллионов долларов. «Я знаю о трудностях, через которые пришлось пройти моим родителям, когда мы жили в Советском Союзе, и я глубоко им благодарен за то, что они увезли меня в Штаты», заявил Брин в одном из первых своих больших интервью в должности президента по технологическим разработкам самого популярного в мире браузера. Порой после иммиграции очень трудно найти свое истинное признание. Алексей Маетный в течение пары лет сумел не только закрепиться за границей, но и найти престижную высокооплачиваемую работу. Будучи уроженцем Ленинграда, молодой человек окончил самую обыкновенную российскую школу, а в 18 лет поступил в Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права, который окончил в статусе бакалавра. После учебы Алексей переехал в США, где начал работать в индустрии производства фильма для взрослых. Сменив имя на псевдоним Маркус Дюпри, Алексей снялся более чем в тысячи картинах эротического характера. Два года назад он был удостоен порно-Оскара в номинации «Исполнитель года». Данная награда является самой престижной в его нелегком ремесле. Благодаря своему таланту простой питерский парень получил первый для России мужской Оскар, правда, за съемки в очень специфическом кино. Согласно официальным документам, Рудольф Нуриев родился в поезде, который в то время находился на территории Иркутска. Всемирно известный балетмейстер, будучи солистом Ленинградского театра, в 1961 году по своей воле стал самым настоящим беженцем. На родине его обвинили в нарушении заграничного режима, после чего Нуриев отказался возвращаться в Советский Союз. Таким образом, он стал первым артистом, который открыто заявил о своей эмиграции, за что и получил 7 лет тюремного заключения заочно. Перебравшись в Данию, Рудольф стал одним из участников королевского балета этой скандинавской страны. В свободное время от основной работы он давал грандиозные представления в Париже и Вене, а также других крупных городах Европы. В 1983 году у Нуриева был обнаружен ВИЧ. Скончался первый беженец спустя 10 лет после трагического известия в возрасте 54 лет. Архипелаг ГУЛАГ «В кругу первом. Один день Ивана Денисовича». Эти и многие другие произведения Александра Солженицына произвели настоящий фурор в Советском Союзе. Писатель открыто обличал власть, особенно доставалось товарищу Сталину, который регулярно фигурировал в письмах писателя товарища. В 1945 году Солженицын был арестован, после чего направлен в один из строительных лагерей. В течение долгих восьми лет Александр познавал все тяготы тюремного режима и после выхода на свободу решил бежать из страны. За время своего путешествия автор множества культовых произведений успел пожить в США, Канаде и Швейцарии. Именно там он написал знаменитую эпопею «Красное колесо», в которой отразил события Октябрьской революции. В ходе перестройки мнение к Солженицыну резко изменилось. Он был оправдан и в 1994 году вернулся в Россию, где и закончил жизнь в статусе лауреата Нобелевской премии. Чтобы навсегда изменить свою жизнь, Василию Кандинскому пришлось пережить Первую мировую войну, Две революции и Красный террор. Знаменитый российский писатель и один из основателей абстракционизма до 1920 года был своеобразным рупором советской пропаганды. Он через свои картины доносил до простых людей идеи коммунизма. Василий активно сотрудничал с отделом ИЗО «Наркомпроса», а также был вице-президентом организации «Рахан». Уехав в Берлин в качестве участника первой русской выставки, Кандинский ненароком устроился преподавателем в Баухаусе, после чего решил никогда не возвращаться на родину. В 1928 году художник принял немецкое гражданство, однако с приходом Гитлера к власти перебрался во Францию. До самой смерти он продолжал рисовать шедевры мирового искусства, пока не скончался в маленькой коммуне на западной окраине Парижа. Группа Помпея – очень странный предмет. Вроде эмигранты, а вроде и нет. Московский коллектив, который был образован в 2006 году, с самого начала своего творчества перебрался в США. Там парни и придумали свой уникальный неповторимый стиль, который представляет собой смесь инди-попа и нью-вейва. Вот уже на протяжении 14 лет Помпея базируется в Лос-Анджелесе. У себя на родине ребята не особо известны, однако в Штатах на их концерты приходят толпы фанатов. Выступают они на английском языке, регулярно исполняя свой хит «90». Эта знаковая песня пришлась по душе привередливой западной публики, поэтому неудивительно, что она всегда является гвоздем в программе этих креативных российских ребят. Игорь Сикорский – это выдающийся летчик-конструктор, который за свою жизнь создал множество уникальных изобретений. В Российской империи из-под его крыла вышли два самолета – русский «Витяз» и Илья Муромец. В 1918 году вследствие красного террора Сикорский бежал в Лондон, после чего эмигрировал в США. Там изобретатель сконструировал первый в мире экспериментальный вертолет, который своей практичностью покорил весь мир. Со дня смерти ученого прошло уже 48 лет, однако в Америке до сих пор существует его компания, занимающаяся строительством и производством самых передовых вертолетов для армии США. А чья история эмиграции тронула вас больше всего? Пишите в комментариях. Также пишите, кого из знаменитостей эмигрантов знаете вы, и возможно они окажутся в следующей части такого видео. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Всем хорошего настроения, удачи!